Здравствуйте! Вы смотрите новости набережной Челны в студии Фархат Иванов. И я расскажу о главных событиях вторника. Не вывозят по полгода. Жители 29-го комплекса недовольны плохим вывозом мусора. Подробнее в материале Яна Вальдю. Настоящим героям в Челнах вручают продуктовые наборы семьям военнослужащих от мэра Челнов. Поздравила бойца и Эльмира Гайнудинова. Спонсор нашего выпуска – аттестационный пункт «Надежность» проводит контроль качества сварных соединений металла и бетона, аттестацию по НАКС и независимую оценку квалификации. Аттестованная и аккредитованная лаборатория ООО «АП «Надежность» проводит неразрушающий контроль сварных соединений радиографическим, ультразвуковым, магнитным, капиллярным методами, а также испытания прочности бетона. Телефон 70 76 20. Растут не по дням, а по часам. На горы мусора жалуются жители 29-го комплекса. По их словам, крупногабаритные отходы складируются недалеко от жилых домов. При этом лежат они там месяцами. Кто должен отвечать за чистоту и порядок? Это выясняла моя коллега Яна Вальдю. Я вижу безобразие, вообще полное. Ничего не убрано. Покрышки, мне кажется, по полгода эти покрышки стоят. А также строительные материалы. Негодует Эдуард Беленко. Жители 29-го комплекса оставляют крупногабаритные отходы возле подъезда или к мусорным контейнерам. Ну, может, не знаю, там месяц лежать этот мусор. На протяжении месяца там выходишь из дома, видишь, что стоит, стоит. Там какая-нибудь фанера, допустим. Вот стекло какое-нибудь. Недавно здесь лежали груды бытовых отходов, говорят жители близлежащих домов. Ну, вот здесь пуча лежала, увезли. Это кто-то ремонт делал, завали вот так недавно еще. Тут нормально. Тут такой мусором палки эти. Вот, слушай, увезли, увезли. Ну, редко уж убирают, наверное, да. Может, рабочих нет, может, машины не хватает, техника. На данной контейнерной площадке произведен навал строительных отходов и автомобильных покрышек, которые не относятся к твердым коммунальным отходам. Соответственно, находятся вне зоны ответственности регионального оператора, сообщила представитель Гринты. Напомним, что к твердым коммунальным отходам относятся отходы, которые образуются в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами, а также товары, утратившие свои потребительские свойства в процессе их использования физическими лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых нужд. Для вывоза строительных отходов после капитального ремонта необходимо обратиться в компанию, которая имеет соответствующую лицензию. Отслужившие автопокрышки необходимо отвезти в специальный пункт приема, добавила представитель регионального оператора Гринта. Яна Вальдю, Кирилл Хабзей. Новости набережной Челны. Ежедневно на нашу горячую линию поступают обращения от телезрителей. Так, жители дома 1032 поселка ГЭС жалуются на ледяные наросты. Они появляются каждый раз при изменении погоды от минуса к плюсу и наоборот, говорят челнинцы. Справиться с ними самостоятельно не получается. Обращения к коммунальщикам результаты не приносят, возмущаются жители. Такая ситуация не первый год. Несколько лет она длится. Можете сами увидеть какие там сосульки с крыши и до первого этажа. И так каждый февраль возмущается Елена Гусева. Около 20 лет она проживает в доме 1032 поселка ГЭС. И уже половину из них борется с ледяными наростами. Все началось после ремонта кровли. Когда на улице становится теплее, то вода течет по стене. Два года назад в квартире был сделан новый ремонт. А этой зимой все снова отклеилось. Сетует женщина. Длится это не первый год. Два года назад с помощью этих сосульок отвалился фасад снаружи здания. Его отремонтировали в 1922 году. Ну вот 1924 год. Заново в февраль месяц. Как февраль месяц у нас подобная ситуация повторяется. На стене отпала штукатурка и пошла трещина. Открыв окна, женщина видит огромные ледяные глыбы. Пришлось даже соорудить палку, чтобы их сбивать, говорит Елена Гусева. Налить на крыши и карнизах балконов вызывает опасения и у прохожих. Я обычно тоже там иногда хожу, когда или как раз ворачиваешь. Дети ходят тоже. Может она в окно отлететь, разбить окно по этому, чужим людям. Там дети тоже ходят, мало ли что. Не дай бог упадет, как говорится. Тем более такие глыбы. Если начнет немножко таять, она уже начнет подтаивать, подтекать. И она свалится, конечно, свалится. Везде уже нынче очень много снега. Конечно, это надо все вовремя убирать. В управляющую компанию «Бумажник», в чьей ведомости находится дом 1032, нами был отправлен официальный запрос. Мы будем следить за развитием данной ситуации. Яна Вальдюк, Кирилл Хавзей. Новости о набережной Челны. В набережных Челнах снизился уровень преступности в общественных местах и улицах. Об этом сообщил начальник управления по обеспечению охраны общественного порядка Мударис Менигалиев. Так, согласно статистике МВД, по итогам 2023 года снижение составило 18%. Уличной преступности стало меньше на 25%. Отдельно спикер остановился на профилактике аварийности на дорогах с участием детей. На сегодняшний день в городе Набережной Челны и в 80 образовательных учреждениях создано более 120 отрядов ЮИД. В них насчитывается более 2300 детей. Юные инспекторы движения являются незаменимыми помощниками инспекторов ГИБДД. И без них не обходится ни одно масштабное мероприятие по профлаге КДТП. А сейчас впереди короткая реклама. Не переключайтесь. Минеральная вода санатория Шифаласу и Жминводы. Природный бальзам для реабилитации желудочно-кишечного тракта. Эффективное очищение от токсинов и укрепление иммунитета. Будьте здоровы! Вы смотрите новости и мы продолжаем. В честь 23 февраля. Сегодня в Набережных Челнах началась раздача продуктовых наборов от мэра города. Их вручат семьям военнослужащих. Это уже стало доброй традицией, когда родные бойцов получают подарки в преддверии праздников. Разносят их активисты, председатели ТОС, а также сотрудники администрации районов. Компанию им решила составить и моя коллега Эльмира Гайнудинова. Так совпало, что у военнослужащего с позывным «Терек» отпуск. Он участник боевых действий в Чечне, а теперь военнослужащий СВО. Почти два года мужчина на передовой. По его словам, противник показывает свою жестокость. Но это нас не сломило, никогда не сломит. Мы, наоборот, злимся и хотим отомстить за своих боевых товарищей, которых с нами нет. Поэтому, что бы они ни предприняли, всё равно мы победим. В этом не сомневается и жена военнослужащего Эльмира. Именно он даёт ей уверенность, что всё будет хорошо. Он говорит, если даже я в течение трёх дней не звонил, ты, говорит, не переживай. Через кого-то, через кого-то он мне передаёт приветов, что он жив, здоров. Очень горжусь им, очень горжусь, честно. Ушёл простым рядовым, теперь вот он старший лейтенант. Сегодня военнослужащего поздравили с наступающим 23 февраля. Вручили продуктовый набор от мэра города. Сегодняшняя ситуация у нас, так скажем, двойной праздник. Ввиду того, что мы и семью поздравили, и для нас большая честь пожать руку самому военнослужащему. И напрямую сказать, что благодарим за службу, за то, что защищаете свою родину. В Комсомольском районе 512 семей военнослужащих. Вот такие продуктовые наборы получит каждая семья военнослужащего. Давайте посмотрим, что же внутри коробки. А внутри это у нас различные сухофрукты, сладости, кофе, чай, консервы, крупы, макароны и многое другое. Такие же продуктовые наборы получат и семьи военнослужащих, жители Центрального и Автозаводского районов. Эльмира Гаинудинова, Сергей Вильданов. Новости. Набершные Челны. Хоккейный клуб Челны завершает регулярный сезон в чемпионате ВХЛ. На домашнем льду желто-синие искрестили клюшки со спортсменами из Верхней Пышмы. Хозяева арены выиграли со счетом 5-1. Теперь болельщики смогут увидеть команду только в следующем сезоне. Поэтому предлагаем еще раз вспомнить, как дружина Соколова одержала блестящую победу. Эту игру нельзя назвать принципиальной. Положение в турнирной таблице не изменилось бы ни у одной из команд. Но тем не менее, завершить сезон красиво и победоносно хотели и игроки хоккейного клуба Челны и горняк УГМК. Первым счетом открыли хозяева ледовой арены. Авторами голов стали Константин Каленин и Айрат Мурзин. Поначалу пропустили, к сожалению, ненужные голы. Особенно два сегодня гола пропустили мы, играя в большинстве. Я думаю, это предопределило исход в целом. Наверное, смазали мы сегодняшнюю концовку весь сезон. Немножко. А так хотели, пытались сегодня доставить радость болельщикам. Радость болельщикам хотели и пытались доставить и игроки хоккейного клуба Челны. У них это получилось. На льду желто-синие смотрелись более уверенно. На льду желто-синие смотрелись более уверенно. Ведь во втором отрезке времени снова челнинцы отправили две плюшки в ворота гостей из Верхней Пышмы. В третьей двадцати минутке пятую шайбу забросил Айрат Мурзин. На тагарняк УГМК ответил только одной. Итог встречи 5-1 в пользу хоккейного клуба Челны. Сезон для нас, к сожалению, завершен. Первый сезон высшей хоккейной линии. Очень шикарная поддержка нашей команды. Конечно, не смогли мы болельщиков порадовать так, как они того заслуживают. Но серьезная лига, хорошая команда, надо добавлять. Как отметил Александр Соколов, он уверен, следующий сезон для Челнов будет другим. А итоги этого – последнее место из 29 возможных. Эльмира Гайнудинова, новости, набережные Челны. Стандартная обувь подходит далеко не всем. Со сложностями по подбору ботинок или сапог сталкиваются многие. Удобство и комфорт являются важными факторами при выборе обуви. И найти такое можно на выставке «Белорусская обувь», расположенной в торговом центре «Центральный ряд», бывшее здание «Детский мир». Большая полнота, деформированные пальцы, болезненные косточки, отеки с трудностями по подбору обуви сталкиваются многие, но только не покупатели выставки «Белорусской обуви». Эта модель зимних сапог имеет подкладку из натуральной шерсти, тем самым согреет вас при февральских морозах. Сапоги изготовлены из мягкой кожи, которая не сдавливает и не стесняет движения. Под высоким давлением и лазерной обработкой кожа плотно спаяна с подошвой. Благодаря этому ваши ноги останутся сухими даже в оттепель. Теплые ботинки, элегантные сапоги и полусапожки, мужская и женская обувь на все случаи жизни, натуральные материалы и отменное качество. Широкий ассортимент и разнообразный размерный ряд. Кто на личном опыте оценил удобство в белорусской обуви, те уже не готовы менять ее на другую. Белорусскую обувь покупаю. У меня проблемные ноги, я все время прихожу в белорусскую обувь. Она ценится, конечно, и хорошие качества. Здесь также можно подобрать и верхнюю одежду. Эту выставку белорусской обуви можно найти по адресу проспект Мусы Джалили, 55Б, торговый центр «Центральный ряд», бывший «Детский мир». Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. Далее вас ожидает прогноз погоды, сразу после него новости на татарском языке. С вами был Фархат Иванов. До новых встреч на нашем телеканале.